Никакой очереди, никакого ажиотажа. Спустя пару часов после старта акции всего один экземпляр. Эту пробу автовладелец принес с неизвестной АЗС. Вместо отбора засекречена конфиденциальность. Здесь главный принцип. Обязательное условие сегодняшней акции вот такие этикетки. Их нужно было найти в социальной сети заранее, распечатать, заполнить и наклеить на ваш образец, который вы потом сдаете эксперту. Здесь ваши контактные данные обязательно заполняются. Заполняется, естественно, топливо, марка бензина, да, и заполняется электронный адрес и социальная сеть ВКонтакте. То есть через неделю, когда эксперты проверят ваш образец, ответ вам придет либо на электронный адрес e-mail, либо в социальной сети ВКонтакте в сообщении. В так называемом протоколе испытаний будут прописаны все ключевые параметры топлива. Например, содержание различных химических примесей. Значительное превышение грозит серьезными поломками двигателя. Водители уверяют, качество бензина сейчас далеко от идеального. Не сказать, что бы. На приоделенных заправках вообще машина не едет. Машина не так идет, чувствуется, не набирает мощности. Занимаюсь в автосервисе ремонтом автомобилей, часто в топливных фильтрах, осадок большой. Осадок остался и у наших бийских коллег от участия в акции. Изначальные условия были выполнены безукоризненно. Купили тару, купили бензин. Вот только налить в эту тару этот самый бензин оказалось занятием не из легких. На помощь пришел едва ли не весь штат сотрудников заправочной станции. С помощью вот этого прибора, который именуется мерником, все же удалось залить, налить, перелить. Акция проводится такая впервые. Особенно в нашем городе бесплатно проводится для всех желающих. Пробуем и принимаем до восьми вечера. Вдобавок ушло время и на опечатывание самой тары. Для этого корреспондента отправили в соседнюю АЗС. После пробник самого ходового 92-го все же был принят. С лакмусовыми бумажками каждый автолюбитель все же не набегается. Да и подобные акции проводятся нечасто. В результате остается единственный способ, чтобы обезопасить свою машину. Попросить у сотрудника АЗС паспорт на бензин. Документ должен быть на каждой станции. Там обозначено октановое число и другие характеристики. Правда, водители настаивают, чтобы подобные проверки проводились как можно чаще. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.